Вопрос Какое приспособление нужно для того, чтобы открыть бутылку с вином? Тоже мне вопросы, понимаешь? Я знаю огромное количество способов Способ первый Нужно просто утопить пробку внутрь Но это довольно сложно Способ второй Более эффектный Берем шуруп Вкручиваем шуруп в пробку Вот таким образом, с помощью отвертки И теперь плоскогубцами Плоскогубцами выдергиваем шуруп вместе с пробкой Есть третий способ Еще более эффектный Переворачиваем бутылку И бьем кулаком по дну Долго-долго, часа четыре Пока пробка не выйдет И наконец, самый любимый мой способ Очень прост Берем молоток Резиновый И аккуратно Одним или двумя ударами Просто сшибаем горлышко с пробкой А остается у нас в руках бутылка Наполненная прекрасным вином Итак, смотрим, как это происходит Ужин при свечах Пирог почти готов Но сначала Бокал вина Каким штопором открыть? Действительно, вопрос Какой из них самый удобный? Ответ знают здесь Наша фабрика Один из старейших производителей штопоров в Европе Мы выпускаем 20 видов продукции Но основных штопоров только три И в первую очередь Они отличаются формой рукоятки Какая лучше? Для начала Посмотрим, из чего делают штопоры Это сплав В нем есть немного алюминия Немного меди Но в основном это цинк Заготовки попадают под пресс И оттуда выходит уже практически готовая рукоятка штопора Готовая, но не совсем Предстоит еще фрезеровка Чтобы пробка легко выходила из бутылки Отверстие должно находиться точно по центру Посмотрим пока, как там наши герои Похоже, пирог скоро остынет Может, этот подойдет? Хотя на вид слишком ржавый Это не ржавчина Это налет старины Это же фамильная реликвия нашей семьи Штопор моей прабабушки Настоящая ручная работа Сейчас главная деталь штопора доверяют машинам Спираль из особо прочной стали Острая, как наконечник стрелы В это же время рукоятки Отправляются в шлифовальную машину Вода и керамические стержни Полируют заготовки Терпение и еще раз терпение Впрочем, кажется, кое-кто постепенно выходит из себя Дай-ка сюда Это же открывалка Может, просто выпьем пиво? Тем временем на фабрике мы добрались до последнего этапа Гальванизации Это электрохимический процесс В специальных ваннах штопор сначала покрывает слоем меди А затем еще одним слоем хрома Так он будет прочней и на нем не будет царапин 25 ванн Два с половиной часа И тысячи деталей для самых разных моделей Но какая из них лучшая? Послушаем специалиста Когда мы используем вот такую модель Бутылку обязательно ставить на твердую поверхность И придется повозиться, чтобы ровно воткнуть спираль в пробку Вторая модель Спираль входит легко А вот вытаскивать ее тяжеловато Третья модель Конструкция продумана так, что спираль легко входит И пробку легко доставать Итак, победитель определился Впрочем, у нашей героини есть свой ответ на вопрос Какой штопор лучше всего? Знаешь что? Мне все это надоело Я знаю, как открыть эту бутылку Смотри и учись А теперь неси пирог Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...